Взгляни на глобус А если вглубь веков заглянешь ты Узришь народного величия черты Народ наш не был рабски покорен Пусть был он нищ, не ниществовал он Носил он саблю только потому, что не хотел надеть суму Он у врагов не спрашивал имен Убить врага, таков у нас закон И все, что было близко нам Всю радость наших дней завоевал народ богатырей Да, мы свою землю называем землей Салавата Потому что он один из первых По значимости судьбе нации башкир Он не только был воином Но и поэтом И слияние этих двух начал в одной личности Сделало его Салавата символом нации Башкирия до революции не имела своей государственности Как известно, это был полукочевый народ Много веков Вот я думал над тем, о том Какие величинные сооружения Оставили ли наши предки нам И почти я не обнаружил памятников старины Таких памятников строительства, архитектуры, зодчества Есть, конечно, наши великолепные народные песни Легенды, сказки Есть у нас потомственная воинская доблесть Но нет памятников старины Однажды у одного старика спросил я Ну скажи, бабай, что у нас оставили Самые древние, что изобрели башкиры Он был человек самолюбивый, видимо И хитрый Он сказал, что пока человечество Не выдумало колеса Обыкновенного колеса Башкири, говорит, уже успели придумать Колесное масло Ну старик, конечно, шутил надо мной Я его шутку принял Но, серьезно говоря, действительно Нация, народ без государственности Это дом без ограды А дом без ограды Он не защищен ни от кого И любой может разорить этот дом Так и было в истории Башкирии Сколько прошло по башкирской земле войн А войны, как известно, самые справедливые даже войны Не способны строить Они только разрушают Вот только советская власть Только Октябрьская революция Дала башкирскому народу Свою государственность И этот фактор дал возможность Выйти нам на широкие Экономические, культурные и духовные общения С миром, с другими народами Когда башкир здоровается с другом Он протягивает сразу обе руки Вот мои руки В них нет оружия Я пришел к тебе с добрыми намерениями Многолетняя дружба связывает Башкирию С округом Галле Германской демократической республики Тысячи километров разделяют эти два народа Но когда стремишься к друзьям Расстояния сокращаются Рабочие и колхозники Партийные, профсоюзные и комсомольские делегации Приезжают в Галле И хозяева приводят их к подножию памятника Ленина Сегодня этот памятник стоит на немецкой земле Но когда-то он стоял на русской Курт Линдер рассказывает В 1943 году этот бронзовый памятник Был вывезен фашистами вместе с металлоломом для переплавки Но рискуя жизнью немецкие рабочие Среди которых был и Курт Линдер Спасли памятник Два года они укрывали его А в ночь перед приходом советских войск Установили на городской площади Поблизости от металлургического завода На котором работали История памятника Это тоже история дружбы Известный немецкий художник Рольф Кий Из своего путешествия по Башкирии Привез множество картин и рисунков Судя по ним, хорошо понял художник В чем главное богатство республики История Башкирии Ее сегодняшний день Национальные обычаи народа Примесла и искусство Все это чрезвычайно любопытно для друзей И этот незнакомый музыкальный инструмент Как он поет? Хотите услышать, как поет Кураль? В его песне хрустальный звон росы И клек от орла Журчание родника, что дает начало Агидели Умеющий слышать Услышат много Когда запоет Кураль Над водой по берегам склоняются Тоненькие веточки берез Вот где ты, река, моя красавица Свой исток серебряный берешь Облака проходят бело-белые Но белее, чем эти облака Агидель Или по-русски Белая Светлая, как девушка Река С уральских гор к югу Устремляется Агидель И вдруг поворачивает снова на север А потом на запад Легенда рассказывает Потому Агидель так петляла по земле Что искала она свою старшую сестру Волгу И вот четыре века назад нашла ее И соединилась с ней Тогда же, когда встретились реки Соединились и народы Машкиры и русские С тех пор они всегда вместе Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Через всю республику проходит река Агидель Всей жизни Башкирии Она свидетель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И приходит Агидель к Белорецку Исторические это места В 1773 году Поселок и завод Стали одним из центров Крестьянской войны Емельян Пугачев Прибыл сюда с отрядом В 500 человек А ушел во главе Хорошо вооруженного Пятитысячного войска Пушки для него Лили в заводе Башкирские рабочие Вокруг старых домин и мартенов Вырос нынешний Белорецкий металлургический комбинат Старинный завод Откровенно рабочие кости Кряжистый Дымный Уже 200 лет Славится качеством Его высокосортные стали Белорецкая первородная Известна всей стране На комбинате Трудятся потомственные мастера Хранящие славу Белорецких металлургов Рядом со старыми Строятся новые Современные цеха И завод осознает Своё нынешнее особое назначение Он поставляет промышленности Отличную проволоку Суда держатся за причалы Крепким белорецким канатом В часах Тончайшая стальная белорецкая нить Уральский рассвет Через горы шагнул И синюю скатерть На травы набросил Прислушайся Ветер цветы всколыхнул Их звонкие песни Оправлены в просень Поглубже вздохни Опьяняет озон Озерами вдаль облака проплывают Бежит Агидель За крутой горизонт Гостей на Урал Издалёка сзывает Гостей на Урал Гостей на Урал Гостей на Урал Родина знаменитого башкирского мёда Золотые медали На всемирной выставке в Париже На международной выставке в Эрфурте На всемирной выставке в Москве Пчеловоды башкирии продают государству в год Более трёх миллионов килограммов такого мёда Стала знаменита башкирская пчела бурзянка Раньше всех других пчёл поднимается она по утрам Позже заканчивает свой дневной труд Поэтому и успевает больше других Более ста лет назад русские врачи первыми в мире Создали здесь школу кумыса лечения Определив свойства этого удивительного напитка в трёх словах Убитывает, укрепляет, обновляет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гор рвётся Агидель на степной простор Годы и века и дела страны Словно облака в ней отражены Сказано доброе слово о мёде, о кумысе, богатырском напитке Но всё-таки первое и главное в республике — это нефть 40 миллионов тонн в год Каждая девятая тонна в стране Здравствуй, вышка-бабушка А ты сильно изменилась Раньше была чумазая и молодой А сейчас серебристая, светлая и седая Поиски чёрного золота начались в Башкирии ещё в 20-е годы Ленин писал Всякое промедление по осуществлению программы поисков Наносит непоправимый вред Советской Республике Великая Октябрь советская власть и помощь народов всей страны Вызвали к жизни из земных недр Башкирии нефть Забили фонтаны второго Баку Республика обрела своё самое важное дело На месте безвестного аула родился современный Ишимбай И вслед за ним выросли Октябрьской, Нефтекамск, Салават И множество других городов, нефтяников и нефтехимиков Грянула война Фронту потребовалось огромное количество горючего Пути подвоза из Баку и Грозного были врагом перерезаны Оказалось под ударами фашистской авиации Волга Главная дорога бакинской нефти На второе Баку легла вся тяжесть снабжения фронта И хотя остро не хватало рабочих рук на буровых Многих уже забрала война Добыча нефти всё возрастала Танки и самолёты, а в машины и корабли Двигала на врага горючая Башкирия Сражался на Висле, форсировал Одер, штурмовал Берлин Был награждён за ратные подвиги орденами славы всех трёх степеней Хатмула Султана Золотую звезду героя социалистического труда Присоединил он к своим солдатским наградам в мирное время Удачлив и знаменит буровой мастер Хатмула Султан Разведчики недр идут сегодня к самым глубоким кладовым земли Скважины достигают четырёх, пяти и даже семи километров Во всём мире получила известность Башкирская школа бурения Уже не учеником, а учителем едет нынче нефтяник Башкир во все концы нашей страны и за её рубежи Башкирские нефтяники, именно наши башкирские нефтяники первые открыли богатый месяц рождения нефти в Индии В которой в 1960 году мне пришлось участвовать Нам была задача найти в Индии хорошие нефтезалежи И одновременно подготовить национальных кадров Мы, значит, счастье выполнили двух скважин по 340 тонн В район Ван Клишваре, значит, нашли Дветочки пробурили, знаете, таким мощными фонтанами Ну вот и правительство поблагодарило Даже покойно даже во Харламниру приехало, значит, так По-русски поздоровился с нами, поблагодарил Ну и самостоятельно стали товарищи буритами, бурильщиками за 6 месяцев подготовили В Алжире, в песках Сахары, где тоже работают башкирские нефтяники Побывал художник Рашид Нур-Мухамедов Вот в этой картине я хотел показать наших башкирских нефтяников, значит, в пустыне Сахары Там проживает Туареги, очень интересный народ Семья Туарега, значит, заинтересовались вот этими вышками Вот здесь я показываю Это молодой парнишка-алжирец, значит, а это наш нефтяник Вот, там в основном наши нефтяники, конечно, они ведут руководящую такую большую работу Потому что у них своих специалистов еще немного Они как раз только получают от нас вот этот опыт, принимают Вот это знойные Сахари, значит, вот такое идет Теплый разговор через этого алжирца Вот этого молодого парня нефтяника, значит, идет какой-то разговор, значит, вот с этим местным жителем Туарега Было время, башкирия экспортировала мачало И его называли башкирским золотом Сегодня нефть, главный предмет ее экспорта Город Октябрьский Здесь берет начало могучая нефтяная река Магистраль Дружба Она несет и государственную, и интернациональную службу Еще в начале века башкирию иначе не называли как темная, дикая, вымирающая Сегодня репутация республики определяется высотами, достигнутыми прежде всего в промышленности Крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс Горнодобывающая промышленность Мощный энергетический потенциал Крупное машиностроение Хорошо известна продукция уфимского моторостроительного завода 80 стран покупают советский москвич с уфимским двигателем Лондон Авторалли века Так назвали журналисты это небывалое в истории автомобилей соревнование Стартуют американские Форды, немецкие Мерседесы, французские Ситруены, английские Роллс-Ройсы и советские москвичи Машины пройдут 26 тысяч километров, пересекут 25 стран Безлюдные пустыни, анды и кордильеры Спуски и подъемы, опасные повороты 400 часов за рулем Иностранные фирмы смотрели на ралли века Как на прекрасную рекламу, которая подхлестнет сбыт их автомобилей Но из 15 Фордов к финишу пришло только 3 Из 5 Мерседесов только 1 Роллс-Ройсы вообще сошли с трассы Советские москвичи проявили удивительную выносливость И достигли Мехико Завоевав первое командное место среди машин своего класса К победе привел их уфинский мотор Субтитры создавал DimaTorzok Здесь говорят не хлеб, а хлебушек И как послушай говорят Так парни нежат своих девушек О матери своих ребят Здесь хлеб на землю не уронят А как его нам подают Так первенцев мужьям в ладони Волнуюсь матери кладут Хлеб жизни главная примета Хлеб их достоинство и честь Несчастье, если хлеба нету И счастье, ежели он есть Их цех земля Их крыша неба Они вершат державный труд И что зовут другие хлебом Они его не просто хлебом А так вот хлебушком зовут Ильишевский район в прошлом был одним из самых бедных уголков Башкирии В народе говорили Беден, как ильишевские нищие Башкиры голодом вымирают зимой Как говорится, нормальным образом Писал мамин сибиряк И вот он, нынешний Ильишевский район Здесь собрали по 32 центнера с гектара А в некоторых колхозах по 40 Сегодня Башкирская республика По объему сельскохозяйственной продукции Занимает четвертое место в Российской Федерации Слово имеет первый секретарь областного комитета партии Член центрального комитета КПСС Товарищ Митхаз Закирович Шакиров Дорогие товарищи, друзья Позвольте мне От имени областного комитета партии Президиума Верховного Совета И правительства республики Поздравить вас Славных ильишевских земледельцев С успешным выполнением Повышенных социалистических обязательств За крома Родина Колхоза засыпали 110 тысяч тонн добротного Ильишевского хлеба Что на 30 тысяч тонн выше Народно-хозяйственного плана Это огромное достижение Поистине трудовой подвиг От всей души Дорогие товарищи и друзья Большое вам партийное спасибо На 25 съезде нашей партии Леонид Ильич Брежнев говорил Нужно облагораживать природу Помогать природе полнее раскрывать Ее жизненные силы Есть такое простое Известные всем выражения Цветущий край Так называют земли Где знание, опыт людей Их привязанность и любовь К природе поистине творит чудеса Эти слова Руководителя нашей ленинской партии Мы относим и к вашему району К делам ваших тружеников Совершенстве овладевших Секретами земледельцев Мастеров Посмотрите на площадь Мы отправляем красным обозам Невельцевских лет Дополнительно Сверхповышенных Социалистических агитациях Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Собран урожай с полей Посеяны озимые Пришла пора осенних праздников И народных гуляний Собираются соседи И всем миром Помогают друг другу Гусей щипать Эмэ Это называется по-башкирски Взаимопомощь А иначе субботник Веселый и любимый Всеми праздник Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Орел всегда селился на скале И предок наш любил крутые горы Вот почему не в зыбком ковыле А на граните вырос этот город Отсюда видно далеко вперед Ордена Октябрьской революции Город Уфа Столица расположена на перекрестке Главных дорог Башкирии И связывает друг с другом города И аулы республики А республику со страной и миром Городу более четырех веков Заложен он был После добровольного присоединения Башкирии к России По преданию в старой Уфе На ее главной площади Утонул однажды крестьянин с возом Недаром этот край царское правительство Сделало местом ссылок революционеров В 1900 году находилась здесь И Надежда Константиновна Крупская Дважды приезжал сюда Владимир Ильич Через Уфу, через этот дом Башкирия крепко связана С биографией Ленина Он ворвался в уфимскую жизнь Как буря Он прессовал время, спорил, нападал Бил экономистов А главное создал здесь Один из первых опорных пунктов искры Благодаря Владимиру Ильичу В Уфе была образована крепкая Социал-демократическая организация В наше время в этих комнатах Побывало более миллиона человек Отсюда выходили на фронт Бойцы знаменитой башкирской дивизии Сюда приходили коминтерновцы Георгий Димитров, Вильгельм Пик, Долорес и Барвури Здесь принимают в пионеры И вручают комсомольские билеты Свято чтит нынешнее поколение Память о тех, кто вместе с Лениным и Крупской Боролся на этой земле За освобождение народа Якутов, Цурупа, Свидерский, Кадымцев Вошли в историю Башкирии Как большевики-ленинцы КОНЕЦ 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 Ребята, а теперь стоим беременными Дружат дети всей земли. Прикосулись. 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 Нанесите, пожалуйста, die bedeutenden места des Halles. Das sind Halle Neustadt, Zeist, Naumburg. Gut, setzten Sie sich bitte. Und jetzt führen wir eine Aufnahme von Gerät. Setzen Sie bitte die Kopfhörer auf. Und ich schalte an. Schole, institut, nauka, производство – это путь, который осваивает современный молодой человек. Путь, на котором формируется его мировоззрение. Каждое звено этого пути получило в Башкирии впечатляющее развитие. 100 000 студентов обучают республика в техникумах и вузах. Французский журналист, познакомившийся в Башкирии с постановкой образования, писал. Вот народ, не имевший даже письменности, в то время, когда господин Ситроен уже строил свои автомобили. А дети этого народа сегодня получают научную подготовку, ни в чем не уступающую самым высоким образцам. В Башкирии около 60 научно-исследовательских учреждений, филиал Академии наук СССР, более 5000 научных работников. В Башкирии Я плоховато знаю рай, я там ни разу не бывал. Я в философию небес, землей взращенной, не вникал. Для нас, рожденных на земле, земля куда милее, чем рай. Я б землю выбрал, если б мне велел Всевышний, выбирай. Я буду с тем, кто строит рай не в небесах, а на земле. Пусть стихи Мажита Гафури написаны более полувека назад, а не о тех, кто сегодня украшает землю своим трудом. Встречая столетия со дня его рождения, уфимцы открыли памятник первому народному поэту Башкирии. Он установлен на площади перед Башкирским академическим театром драмы имени Мажита Гафури. В повести заложена огромная правдивость. Это тончайшая образность, юмор, соединенный с печальной мудростью. Все это должно присутствовать в нашем спектакле. Это наша задача. Мы сегодня репетируем сценические приложения Долгие-долгие детства Мустай Карима, второй акт, финал. Это проводы на войну. Пожалуйста, начинаем. Мостачевые детства Мастер cereal разограды, украшаем оно иначе. Это не стучит. Дорога! Небесе? Махабеттинга желтин, Устинбулу тирахин декупметит аптаруканами. Улардин her битинь, ядлаболдин. Готовь! Готовь! Готовь уйдирман! У Хабины Рахимовой было пять сыновей. Нуридзин Рахимов, Гельмидзин Рахимов, Загедула Рахимов, Фарид Рахимов, Альтофиндзин Рахимов. И сколько еще сыновей Башкирии полегло в той войне. В 1942 году под Мценском осколок вражеской мины, пробив комсомольский билет, тяжело ранил поэта Мустая Карима. Для людей моего поколения это не прошлое. Война живет в нас. Она еще будет жить, потому что раны на нашем теле. Может заживать, но раны, нанесенные нашим душем, они не быстро будут излишни. Ну слава Богу, как говорится, сейчас времена меняются, ибо мы не можем жить только памятью о прошлом. Нам нужно смотреть будущее, а ради будущего нам нужно преодолевать и внутренние барьеры, которые многие годы мешали нам идти навстречу друг другу. С открытым сердцем встречает Башкирия гостей из Германской Демократической Республики. Германской Демократической Республики Виталина Етре Будет Земля Салавата. Земля мужественных людей и поэтов. Людей замечательно трудолюбивых и прекрасных друзей. Башкирской Автономной Советской Социалистической Республике 60 лет. За славные трудовые свершения удостоена она своих наград. Орден Дружбы Народов за вклад в общее дело мира. Когда-то немая, глухая башкирских степей сторона. Сегодня от края до края машинного гула полна. Щедры здесь весенние всходы, и гордо, как мать колыбель, Качает в пути пароходы большая река Агидель. Наш русский товарищ, богато живет весь башкирский народ. За это, как старшему брату, тебе благодарность он шлет. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА